После первого сюжета о хлебе с плесенью на редакцию обрушился шквал звонков от жителей. Все, как один, рассказывали, что в магазинах купили хлеб, а на второй день он покрывался слоем плесени, хотя срок годности не истек. Лилия Лягина пенсионер и живет во Владимире. Возвращаясь с дачи, с мужем заехал в гипермаркет за продуктами, а заодно купила любимый Дарницкий в нарезке. На ломтиках были сюрпризы. Купила свой любимый хлеб, Владимирского хлебокомбината. Я вообще всегда покупаю этот хлеб. И к моему удивлению, когда мы сели ужинать, то сразу же открыли, он был нарезной, мы открыли этот пакет и сразу увидели на каждом кусочке хлеба, на каждом ломтике были белые включения. Попробовать хлеб пенсионеры не решились и были вынуждены его выбросить. Лилия Лягина говорит, что вкрапления были скорее похожи не на плесень, а на непромешанную муку. Раньше такого никогда не было. Еще больше пенсионерку возмутило, что советник, управляющий Владимирским хлебокомбинатом, не принес извинения покупателям. Наоборот, начал нападать. Ну, согласитесь, пришла партия из множества хлебов, все было нормально, а один оказался с плесенью. Как это так? Это наша репутация. Очень убедительно говорила о том, что хлеб, выпускаемый этим предприятием, вообще не вызывает никаких сомнений и не бывает никаких сбоев. Но когда случился сбой процесса технологического, то, наверное, лучше извиниться перед людьми и обещать, что это больше не повторится. Вот и все. Через неделю после нашего сюжета Владимирский хлебокомбинат устроил экскурсию по предприятию для общественников и региональных СМИ. Повод два вида продукции претендует на товарный знак Владимирской марки качества. Батон дачный и тот самый хлеб дарнинский, только не в нарезке. И, конечно, скандал с плесенью сейчас очень невыгоден руководству комбината. Если мы говорим о каких-то распространениях информации, связанных где-то в каком-то СМИ, мы увидели какую-то статью или посмотрели, то мы считаем, что эта информация не проверенная. Я вам хочу заявить о том, что, ну вот сколько я себя помню, за последнее время в наш адрес не было ни одного замечания, ни одного руководителя, ни одной торговой точки. К нам не было ни одного замечания, ни одного контролирующего органа. Чтобы не давать поводам таким высказываниям, покупателям следует запомнить, некачественный хлеб нужно принести в Роспотребнадзор и написать письменные заявления с просьбой провести проверку. Она будет внеплановой. Естественно, взятые образцы отправят на экспертизу. Но только дело в том, что люди не готовы тратить свое время на поездки в надзорные органы из-за товара стоимостью 20-30 рублей. Проще высказаться в комментариях. По их количеству легко понять, что ситуация с испорченным хлебом далеко не единичный случай, как пытался представить ситуацию советник, управляющего хлебокомбинатом. Кстати, после экскурсии по хлебзаводу в средствах массовой информации появились и хвалебные статьи в адрес данного предприятия. Обратите внимание, что сделаны они на правах рекламы.